Береза и осина на дрова для населения. Хвойные в основное производство. Из сосны здесь делают доски для пола или обшивки зданий. Сырье для работы на завод везут из лесов Заводуковского и Илутровского районов. Для этого предприятию выделяют специальные лесосеки. Из делян приходит лес, пересортировываем, сортируют по длинам, по диаметрам. Штабилируется по диаметрам, дальше идет уже в распиловку. Весь процесс под контролем оператора и шести видеокамер. Это место на производстве называют сердцем линии. Ее мощность позволяет переработать около 100 тысяч кубометров леса в год. Вообще она полностью автоматическая практически. Я только поправляю ее. То есть где-то притормаживаю, где-то наоборот ускоряю. Полностью от начала до конца. Вот подачи и до выхода готова продукцию. Продукцию из Тюменской глубинки везут в Афганистан, Иран, Иорданию, Египет, Латвию, Литву, Казахстан. На международный рынок завод вышел за 4 года работы. Есть масштабные планы по расширению производства, но санкции пока не позволяют перейти от слов к делу. Мы как бы планировали у себя поставить пилетный завод. Уже тоже разрабатывалась проектная документация. Но в связи с введенными санкциями мы приостановили реализацию этого проекта, потому что рынок сбыта пилет тоже в основном это Европа. Потому пришли к другой идее – производству мобильных домов. Его планируют запустить в следующем году. Изготавливать и собирать жилые помещения из модулей будут на заводе. Новую продукцию в первую очередь предложат тюменцам. Евгения Губина, Анна Васильева, Сергей Иванов, Тюменская служба новостей.